Итак, это фундаментальный обзор акций США NewMount GoldCorp и Juniper Networks. Начнем с компании NewMount GoldCorp. P&E на компанию равен 12,1 пункту. Отмечу сразу, что среднерыночный P&E по данному сектору равен 19 пунктам. P&E, именно цена к будущим финансовым потокам, равен минус 0,7. П&E, это из-за того, что именно за 2018 год компания заработала меньше, чем за 2017. И это сказалось на данном мультипликаторе. Я об этом еще покажу в бухгалтерском отчете. P&E данной компании равен 1,6 пункта, хотя 1,8 пункта является среднерыночным показателем в данном сегменте. То есть компания рынком недооценена. Перед продолжением фундаментального обзора этой акции, этой компании, я отмечу то, что поскольку сейчас идет вакханалия на рынке, и каждый, наверное, третий верит, что ближайший кризис не за горами, потому что многие верят в цикличность кризиса, цикла которого по сути нету, то смотрите внимательно, все золотодобывающие компании, все компании, все до единого, они падают в этот кризис. И данная компания, New Mangle Corp, она не была исключением в 2008 году. И она упала от своих максимумов на 57%. Так что в этом плане будьте аккуратны, если вы относитесь к группе людей, которые верят, что финансовый кризис очень рядом. Далее выручка компании будет постепенно наращиваться, чистая прибыль будет постепенно уменьшаться на фоне ее капитальных издержек и прочих расходов. Хочу сразу отметить то, что чистая прибыль данная компания проседала с 2013 по 2015 года и с 2016 по половину 2017 года. Но просадка была, также и она была еще последний раз 30 июня 2019 года, то есть в третьем квартале 2019 года. Это в целом частично негативный фактор. На фоне чего и показатель PEC, он относится к отрицательному своему значению. Далее кредит нагрузка данной компании находится под балансовой стоимостью, означает то, что данная компания, она в первую очередь не рассчитывается своими кредиторами. То есть рассчитывание с кредиторами относится к третьему, четвертому шагу, потому что ту прибыль, которую она извлекает из своей деятельности, она направит в первую очередь на свои расходы, капитальные затраты, а также уже на выплаты дивидендам для акционеров. Дивидендная доходность данной компании крайне низкая, она находится на отметке 1,3%. Сразу стоит понимать то, что дивиденды в этой компании были высокие до 2014 года, до того момента, как ее чистая прибыль вышла в отрицательное значение. То есть данная компания, она функционирует стабильно на рынке, но бывают моменты времени, когда она, когда ее немного лихорадит. Но в целом компания на американской рынке, она недооценена. И дальнейший ее рост возможен только в том ключе, если она будет иметь положительный баланс по чистой прибыли, то есть положительный заработок, то есть не отрицательный, как это было в некоторые моменты времени ее, а именно плюс, что был по чистой прибыли, тогда и компания будет постепенно расти. На месячном долгосрочном графике мы видим то, что данная компания уже находится в восходящем своем тренде после выхода из своего локального корпоративного кризиса, который был в этой компании в 2015 году, она постепенно наращивает свою позицию, то есть идет в пределах восходящего канала. Также мы видим здесь то, что было падение капитализации на фоне падения чистой прибыли данной компании. То есть, я еще раз говорю, данная компания, в ней были определенные степени издержки. И мы видим сейчас то, что чистая прибыль по отношению с 2017 годом, в 2018 году она просела. Не чистая прибыль, а выручка компании, она просела. Но чистая прибыль, она возросла. Почему? Потому что, первый момент, в 2017 году был отрицательный доход компании по чистой прибыли, в 2018 году он стал положительным. Тут самое главное уяснить для себя то, что в 2017 году была просадка по чистой прибыли, это в первую очередь на фоне выплат по долгам компании и погашения иных расходов данной организации. Также стоит понимать то, что в текущем году компания, по сути, заработала рекордную чистую прибыль за третий квартал 2019 года. Вот ее итоговая прибыль, чистая по третьему кварталу, 21.78. Эта цифра больше, чем за все предыдущие последние 4 года. И это позитивно скажется на акции в дальнейшем. То есть, тот тренд, восходящий, который в ней появился с 2015 года, он будет продолжен в дальнейшем. Даже технические осцилляторы все еще говорят о том, что данный рост будет продолжаться и выше, и дальше. Тем более для быков, то есть для покупателей, имеются непроторгованные зоны вот здесь вот и вот здесь. То есть, так или иначе, они туда в скором времени допридут. Плюс ко всему сейчас цена на само золото растет, поэтому для компании это является привилегированным плюсом. Поэтому итог по данной компании, он положительный, и данная компания является недооцененной на американском рынке. Далее компания Juniper Networks. Пин АЕ данная компания равен 22,9 пунктам. Среднерыночный Пин АЕ 19 пунктов. Показатель ПЭК равен 1,7 пункта. Показатель Пин АБИ равен 1,8 пункта. Далее прогнозируется то, что выручка и чистая привода данной компании будут расти, и это в принципе логично, так как сейчас подобные компании, как Juniper Networks, они пользуются диким спросом на фоне продаж тех или иных товаров, связанных с компьютерной индустрией, и иных товаров, связанных уже с телекомпродукцией. Стоит оважать внимание на то, что в 2015 и 2016 годах чистая привода была в просадке, но потом ее неплохо, так сказать, выкупили. То есть компания заработала потом уже позитивную прибыль для себя, плюсовую, а не отрицательную. Кредитная нагрузка данной компании находится под балансовой стоимостью. Это говорит о том, что данная компания рассчитывается с кредитором только во вторую и третью очередь. То есть в первую очередь это ее погашение на ее расходы и на дальнейшие дивиденды и выплаты. Дивиденды в этой компании в размере 3% годовых. В целом данная компания на рынке, она оценена справедливо, но имеет и дальнейший потенциал по росту своей капитализации. Сейчас я это покажу на графике. Цена данной компании уходит в своем боковике. С 2000 года, с момента кризиса доткомов, когда ее цена просто летела в тар-терроры. Вот вы это видите на экране. И с точки зрения технического анализа, тут можно сказать одно, что в этой компании идет такое колоссальное накопление. То есть боковик, это еще раз, это тот диапазон, где уже инвесторы постепенно набирают свою позицию, если они видят в эту компанию какую-то свою рентабельность. Но в данном моменте времени я пока в этой компании не вижу ничего из того, что могло бы сподвигнуть сцену радикально пойти вверх. Пока таких аспектов я не наблюдаю. Поэтому конечный вредит такой, то что компания, еще раз говорю, она цена на рынке справедлива, но имеет и дальнейший потенциал к росту своей капитализации на рынке. Просто для этого необходим какой-либо драйвер. Но такого драйвера пока что не наблюдается. На этом все. Подписывайтесь на канал Саймонов Биржевик, канал о рынке акций. У нас основы биржевой торговли, аналитика, обзор акций, облигаций, технические, фундаментальные, а также торговые идеи. Помните, что мы все обречены на прибыль, лишь время, грамотная стратегия, наши главные союзники. На этом все. Благодарю за внимание и до свидания.